Всем привет! С вами Алена Пекур, дизайнер нарядов для торжеств. В этом видео хочу вам рассказать о двух видах клея, с которыми многим швеям, задействованным непосредственно в индустрии свадебного и вечернего платья, приходится работать. Итак, первый вид клея наиболее распространенный, это вот такие вот трубочки, которые вставляются в клеевой пистолет, вот сюда. Затем сам пистолет включен в розетку, через 5 минут после того, как вы его включили, клей уже тает. Вы нажимаете на этот рычаг и потихонечку выходит порциями такими, как вам надо, в общем-то, этот клей. Диаметр вот этого пистолета на кончике достаточно большой. Когда клей густеет, он остается вот такой вот в виде вот такой пластмассы. В общем-то, работа с ним получается очень неаккуратная. Я имею в виду, если клеить кружева, то с ним работать нежелательно. Допустим, где можно применить? При изготовлении каких-то заколок, например. При изготовлении декораций для оформления витрин, флористы часто используют этот клей. Вы можете обнаружить в интернете достаточно большого количества роликов непосредственно у флористов, где используют вот такой вот пистолет клеевой. Но для работы с текстилем, вот я обнаружила вот такой вот клей. Очень важно вот эти вот цифры и буквы. Другие цифры, другие буквы говорят нам о том, что он для других видов работ. Для текстиля непосредственно вот этот клей нужен с соответствующими вот этими циферками, что я вам показала. Вот он такой тоненькой капелькой выходит. По густоте он менее густой, чем вот этот клей в клеевом пистолете. И когда высыхает, остается в виде такой как бы матовой, матового пятнышка. Честно скажу, работать мне с ним, например, одно удовольствие. Единственный момент это запах. Похож на запах клея момент. А по показателям именно, скажем, по результату при работе с ним, никаких толстых, застывших, некрасивых пятен не остается. Теперь еще вернусь к клеевому пистолету. Когда закупаешь вот эти вот трубочки, нужно иметь в виду, что если трубочка имеет в себе мутноватый-желтоватый оттенок, когда клей застывает, вот такой мутноватый-желтоватый оттенок и останется. Если белый, мутный такой вот как бы цвет у него, значит будет белый. То есть это такие важные моменты. Со временем, буквально там через полгода, через год, этот клей уже в готовом изделии, где вы его использовали, он весь становится желтым. Так что имейте в виду при работе с ним. С вами была Алена Пекур, дизайнер нарядов для торжеств. До встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok